Алексей Баталов Алексей Баталов родился в городе Владимире в актёрской семье. С самого детства его семью окружал весь цвет российской интеллигенции. Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Фаина Раневская, Борис Пастерна, Анна Ахматова. В честь поэтессы он даже назвал свой автомобиль «Аннушкой» и многие другие. На сцену Баталов впервые поднялся в городе Бугульме, где его мать открыла собственный театр. Затем он окончил школу-студию МХАТ, и блестящая карьера не заставила себя долго ждать. Уже второй фильм с его участием «Большая семья» получил два приза на Каннском фестивале. Одна из наград досталась самому Баталову. Не менее титулованными фильмами стали и летят журавли, приз Каннского фестиваля, и «Москва следам не верит» – «Оскар». Еще известные картины с участием Баталова. «Девять дней одного года. Звезда пленительного счастья. Три толстяка». Тут он выступил и в качестве режиссера. Алексей Баталов женат на актрисе Гитане Леонтенко. Его дочь Мария занимается литературой. Николай Алялин дебютировал в кино в роли летчика-истребителя Николая Болдырева. Фильм «Дни летные», вышедший на экраны в 1966 году. Через год его пригласил режиссер Юрий Озеров на одну из ведущих ролей в киноэпопее «Освобождение». Роль капитана Цветаева принесла Николаю Алялину всесоюзную известность. После выхода картины с Алялиным хотел выпить каждый советский мужчина. А самого актера, не служившего в армии, фронтовики принимали за своего. Однако Алялин не стал актером одной роли. Его талант был многогранен. Артист мог блестяще сыграть и мирового парня, простого водителя Белаза из одноименного фильма, и белогвардейского генерала Врангеля из телесериала «Берега в тумане». Олег Стриженов своими яркими ролями заслужил звание одного из самых романтических героев советского кино. Стриженов стал известен после главных ролей в фильмах «Ова» 1955 года. и 41-й 1956 года. После них он стал очень популярным. Многие критики того времени называли его не иначе, как советским Жераром Филиппом. Француз, исполнитель роли Фанфана Тюльпана, тогда был идолом мирового экрана. Следующей удачной ролью актера стал Афанасий Никитин в совместном советско-индийском фильме «Хождение за три моря» 1958 года. Потом последовали запоминающиеся работы актера в фильмах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая комедия». Третья молодость. Петерис Гаудиндж стал всесоюзно известным после главной роли в фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Этот фильм, открывший целую плеяту актеров, породил в СССР культ рыцарства. А латвийский актер стал мечтой советских девушек. Главный сказочный герой советского кино Сергей Столяров стал всесоюзно известным после выхода картины «Цирк». Актер буквально стал идеалом молодого советского человека. Образ Сергея Столярова был взят за основу при создании скульптуры рабочего в знаменитой композиции Мухины «Рабочие колхозницы». Благодаря тому же фильму нашлись после 18 лет неизвестности его мать и брат Роман. Герой цирка Иван Мартынов принес с экрана в жизнь песню «Широка страна моя родная», ставшую вторым гимном СССР. У Столярова было героическое амплуа. Как сказочный герой он стал известен и за границей. Фильм «Садко», в котором Столяров сыграл главную роль, совершил своеобразный прорыв в мировой кинематограф. Его успех высоко оценили в Венеции, где ему присвоили приз «Серебряный лев». Петр Глебов. Слава пришла к нему после роли в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий дон». Первую свою роль, выходящую за рамки эпизода, он сыграл в небольшом антиалкогольном фильме-плакате «Я ничего не помню». Свою самую главную роль Петр Глебов получил, можно сказать, случайно. На кастинг его привел приятель, актер Александр Шворин. Сначала Глебов пробовался на другую роль, но его сперва заметил Герасимов, а затем с восторгом одобрил сам Михаил Шолох. Николай Черкасов, выдающийся советский актер, стал популярен как актер, сыгравший Александра Невского и Ивана Грозного. Он является единственным актером, чье лицо запечатлено на Ордене. Сталин лично выбрал и утвердил портрет Черкасова для одной из высших государственных наград – Советского Ордена Александра Невского. Во время съемки фильма Иван Грозный, после того, как был отснят тот или иной кадр и прозвучала команда режиссера СТО, исполнявшему роль царя Черкасову, было очень трудно сразу остановиться и замолчать. И он постоянно какое-то время продолжал играть. Эйзенштейн пытался уговорить Черкасова не тратить энергию впустую, но не мог. В итоге он смонтировал фильм «Захваты после стоп» и «Куда идет творческая энергия народного артиста». Владимир Коренев стал настоящим секс-символом Советского Союза после роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». На тот момент актеру был 21 год, но актерскую эстезю он выбрал намного раньше. Играл в драм-кружке, которым руководил актер русского драматического театра Иван Рассамахин. Драм-кружок был непростым. Его постановки показывали не только на любительской, но и на профессиональной сцене. После успеха в «Человеке-амфибии» к актеру пришла популярность. В 1961 году он пришел в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, куда его пригласил Михаил Михайлович Яншин, руководивший театром в то время. С тех пор Владимир Коренев – ведущий артист этого театра. Борис Хмельницкий. Щукинское училище после провальной попытки поступить во ВГИК ему удалось благодаря другу семьи Вольфу Мессингу. Борис заикался. И даже уже во время учебы в «Щуке» некоторые экзамены ему разрешали сдавать письменно. Прославился актер своими ролями в театре на Таганке, где его за доброту и отзывчивость называли Бэмби. Хмельницкий стал известен не только как актер, но и как автор музыки к театральным постановкам и фильмам. Музыкальное образование не прошло даром. После смерти Владимира Высоцкого Борис Хмельницкий стал организатором ежегодных вечеров его памяти. Постоянно выступал с концертами. Именно благодаря Хмельницкому у Петровских ворот Высоцкому был поставлен памятник. В кино Борис Хмельницкий начал сниматься в 1966 году. Первая его роль – поэт-солдат. В фильме Леонида Осыки «Кто вернется, долюбит». Кроме съемки в отечественных картинах, Борис Хмельницкий сыграл в американском фильме «Бегущий по льду» и в итальянском фильме «Джонатан. Друг медведей». Михаил Боярский начинал как король массовки, но умел при этом сделать даже самую маленькую роль, интересной и запоминающейся. В театральный он поступил благодаря музыкальному образованию. Родители актера хотели сделать из сына музыканта. В итоге Боярский стал и музыкантом, и актером. Известность ему принесли роли в фильмах «Соломенная шляпка» и «Старший сын». Супер-звездой он стал после картины «Собака на сене», а супер-мега-звездой – после роли в «Трех мушкетерах». Образ Д'Артаньяна, созданный Боярским, до сих пор считается одним из самых ярких в экранизациях романа «Дюма». Субтитры создавал DimaTorzok